В сегодняшнем видео я буду критиковать комментарии не очень образованных и не очень компетентных людей. Итак, давайте начнём. Спинозавры не квадропедальные идиоты, а гиганатозавры были стайные животные. Что можно сказать? Это комментарий с видео, где я вместе с Семёном рассматривали спинозавра и гиганатозавра. Ведь сейчас у меня в гостях The Last Dino. Здрасте, дорогие полевые интеллигенты. И теперь я объясню, почему автор данного комментария человек некомпетентный. Ну, во-первых, мы в этих двух видео рассмотрели как бипедального, так и квадропедального спинозавра. Специально для таких, как вы. Если брать бипедальную версию спинозавра, то он не сможет вытягивать свои руки вперёд из-за строения плечевого пояса. Но если брать квадропедальную версию спинозавра, то тут уже сложнее. Во-вторых, гипотезы квадропедальности спинозавра на данный момент одна из самых правдоподобных. В-третьих, не найдено ни одного массового захоронения гиганатозавров или ещё каких-либо доказательств того, что они были стайнами. То, что показывают в документалках, это лишь гипотезы и предположения, они не всегда верны. Специалисты говорят, что доказательств тайности гигантозавров не найдено. То есть, как я уже говорил в одном из своих видео про документалку, надо слушать не диктора за кадром, а надо слушать экспертов и специалистов-палеонтологов, которые как раз-то там и говорят верные слова. Ну, в основном. А факт того, что на данный момент не найдено ни одного доказательства стайности гигантозавров, так и остаётся фактом, мой дорогой комментатор. Чувак, я не хочу ставить из тебя дебила, но пока что, по новым данным, Тирекс был падальщиком и никого не убивал, разве что в целях обороны. Тут скорее ты сам себя выставил идиотом лучше, чем кто-либо другой. Этот комментарий был в контексте того, что якобы Тираннозавр не победит спинозавра или гигантозавра только потому, что он был падальщиком и атаковал только для обороны. У меня на канале есть целое видео, посвящённое тому, был ли Тираннозавр падальщиком или нет. Молодой Тираннозавр мог быть отличным охотником не хуже Альбертозавров. Молодые Тираннозавры могли с лёгкостью охотиться на трицератопсов, даже если Рекс всего лишь 7-8 метров в длину. Но даже такой молодой и быстрый Рекс не откажется от бесплатной мёртвой тушки, ведь так. А вот чем старше становится Тираннозавр, тем крупнее он становится, следовательно масса растёт, скорость передвижения падает. Охотиться ему тяжелее, следовательно охотиться он реже и чаще предпочитает падаль. Но также, чем старше он становится, тем выше становится его боевой опыт и боевой уровень. Если вы не знали, то Тираннозавр Рекс это один из самых бойцовских динозавров, патологий от сражений которого было найдено невероятное множество. Нету ни одного хищного Тиропода, у которого было бы найдено столько же ранений на костях от сородичей, сколько было бы найдено у Тираннозавров. Именно взрослый Тираннозавр может дать люлей абсолютно любому Тироподу, и на данный момент этот факт остаётся неоспоримым. Перед тем, как я прочитаю следующий комментарий, вы должны посмотреть вот этот кусок видео, чтобы понять, о чём идёт речь. Трицератопса, который по прочности был приближён к реальному. И что мы имеем в итоге, когда его столкнули со псевдокожей Тираннозавра Рекса? У Трицератопса такие мышцы, как мы видим, не были развиты так же хорошо, как и у носорога. Следовательно, так же резво мотать башкой и наносить мощные удары он не мог. Взяли дряхлый пластмассовый череп и стухнули его со скоростью 100 км в час, которую Трицератопс даже не развивал. Череп был защищён толстой шкурой, а шкура была прикреплена к черепу с помощью связок и сухожилий. Ещё его воротник был очень прочным и защищал его шею. Рога направлены вниз, чтобы воротник прижимался к шее, потому что Тирекс был выше, поэтому он направил свои направленные вниз рога вверх, тем самым воротник автоматически прикрывал большую часть шеи. Ты в видео сказал, что он сломает себе череп, если протаранит Тирекса. Тогда почему он не ломает его, когда делётся с себя подобными? Строение тела Трицератопса позволяло крепко закрепиться на месте. Его ноги раздвигались и он прижимался к земле. Ты сказал, что он медленно крутит головой. Чушь! Его шаровидная косточка соединяла его голову с телом и была окутана килограммами крепких мышц. Почему крепких? Потому что голова много весила и нужна была мощная шея. Вывод? Ты сказал полный бред. Говоришь, я сказал полный бред? Посмотрим, насколько твои слова бредовы. Во-первых, этот череп был далеко не пластмассовый и даже если бы его сделали абсолютно такой же прочности, как и реальный череп Трицератопса, то всё равно повреждения в области клюва и носового рога определённо были бы. И они его и близко не разгоняли до 100 км в час. Во-вторых, как бы Трицератопс сильно не поднимал свою голову вверх, закрывая шею воротником, ему бы всё равно было дико неудобно с изогнутыми вниз рогами, открытым горлом и мешающим ему хрупким клювом, который выпечен вперёд. Таким образом, мчаться на всех парах к Рексу – это самоубийство. В-третьих, я помню ты сказал ещё про шаровитную косточку. Это та кость, с которого Тираннозавры объедали мясо после отрывания Трицератопсу головы? Если мне не верите, то в описании будет маленькая, но очень интересная статья о том, почему Тираннозавры отрывали головы Трицератопсам. Вкратце расскажу, чтобы вы поняли. При анализе фрагментов костей шеи и головы Трицератопсов, а в особенности часть затылочной области, эксперты обнаружили такие же отметины от клыков, которые могли проявиться в случае, если бы Трицератопса обезглавил Тираннозавр. Сделанная находка дала понять, что Тираннозавр, по всей вероятности, тянул воротник жертвы, дабы оторвать ему голову, чтобы добраться до питательного мяса на шее у Трицератопса. Вывод – бред сказал именно ты. Так что иди и дальше смотрите документалки 13-летней давности, где Трицератопс убивает тираннозавров. У меня осталось еще пару интересных комментариев, но думаю продержу для следующего видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте коготь вверх, и я пойму, что вам нравится эта рубрика. И если наберется много когтей вверх, то я сниму продолжение, так что все зависит от вас. Подписывайтесь, заглядывайте в описание, там ссылка на статью, ссылка на мою группу вконтакте, ссылка на меня вконтакте, вот можете задать вопрос. И помните, думать полезно.